Сфокусироваться надо, но нужно позволять себе отдыхать и баловать себя, баловать себя, баловать своих домочадцев, потому что ты должен отдохнуть и ты должен успеть насладиться этой жизнью. А насладиться именно сейчас, пока ты живешь, хочешь, пока ты можешь, пока у тебя есть желание насладиться этим всем, и нужно уделять себе время, нужно баловать себя. Если ты заработал какие-то деньги, конечно, это первые заработки, должен инвестировать, и обязательно постоянно инвестировать в свой бизнес. Для того, чтобы он развивался, его нужно поддерживать. Точно так же, как балуешь своих партнеров, своих сотрудников. Но не забывай о себе, не забывай получать удовольствие от этой жизни. Жизнь коротка. Если ты ее посвятишь полностью работе, то потом будешь оглядываться, для чего это все. Если ты сейчас заработал деньги, побалуй себя. Отдохни, посмотри, насладись. Сходи в самый лучший, самый дорогой ресторан твоего города. Съезди в красивый город этого мира. Побалуй свою семью. Купи себе хорошую одежду. Насладись настоящим выходным днем в какой-то царской обстановке или VIP. Есть очень богатые люди, которые в этом живут ежедневно и постоянно. Они этой прелести могут даже уже не замечать, потому что она замылилась. Если у тебя нет такого дохода, чтобы так жить постоянно, разово ты можешь делать это, если ты выбрал время, саккумулировал какую-то сумму денег, и раз в год ты выехал сначала в одно место, сходил в другой ресторан, в другое время. И ты балуешь себя, тогда ты балуешь, ты растешь, ты наслаждаешься этой жизнью. И имеешь возможность отдохнуть, собраться с мыслями и подтянуть свою самооценку. Потому что ты там был, ты знаешь, ты четко аккумулируешь в себе энергию. И самое главное, ты фокусируешь себя на новую цель. Потому что ты оглядываешься по сторонам, и ты видишь, как можно жить. Многие люди живут скромно и ничего этого не видят, потому что они об этом просто не знают, что так можно. А когда ты поднимаешь уровень жизни, когда ты поднимаешь самооценку, расширяешь свой кругозор, что оказывается и так, и так можно, ты неосознанно к этому подтягиваешься. И твоя жизнь превращается в совершенно другой уровень. Это очень важно. Поэтому нужно позволить себе дать отдохнуть, нужно обязательно себя баловать, нужно обязательно посещать такие места, в которых ты никогда не был, или которые очень знамениты, или места, которые посещают богатые люди. Тогда ты растешь. Тогда твоя жизнь совсем на другом уровне. Дело в том, что когда ты посещаешь вот такие элитные заведения, заведения высокого уровня, ты позволяешь себе отдохнуть, насладиться этой жизнью. Но что очень важно, то, что ты наблюдаешь за окружающим миром и за теми успешными людьми, которые тоже посещают эти заведения, которые живут в этой жизни, это успешные люди, за которыми можно понаблюдать, посмотреть и сделать какие-то выводы. Так как общаешься с успешными людьми, ты подтягиваешься на уровень успеха. Общаешься с успешными людьми, ты обучаешься, наблюдая за успешными людьми, ты приближаешься к успеху. И нужно баловать себя, нужно делать остановки, нужно наблюдать за окружающим миром. Только тогда ты растешь. Если ты не будешь наблюдать, ты не будешь познавать. Если ты не будешь познавать, соответственно, ты не будешь расти. Ты просто не будешь знать. Многие люди живут в серости, потому что они другого не знают, они просто к этому привыкли. А поскольку они к этому привыкли, они там забуксовали, они не знают, что можно лучше. Они каждый день ходят на работу, они работают за копейки, а другой жизни они просто не знают, они думают, что другого и нет. И в этом они губят всю свою жизнь. Но если ты из своей зоны комфорта будешь постоянно вырываться, выходить, посмотреть, значит, ты будешь расти, значит, ты будешь получать новую информацию, значит, ты будешь встречаться с успешными людьми и смотреть, как живут другие. Соответственно, к тебе будут приходить новые идеи. А общаясь с этими людьми, ты будешь получать и знания, и варианты, и возможности. Соответственно, твой мозг начинает работать, как я могу сделать так же. А что я могу придумать лучше, а как я могу их превзойти. Если у тебя есть здоровые амбиции, в хорошем понимании, в хорошем смысле, если у тебя есть стремление к росту, то посещая новые места, отдыхая, наблюдая за успешными людьми, еще лучше общаясь с ними, у тебя возникают новые мысли, новая идея, которая заставляет тебя двигаться. И заставляет тебя побеждать, как в здоровом соревновании. Заставляет тебя быть лучше всех. Вот это мое, я это люблю, я это делаю сам постоянно. И это каждому, кто хочет создать свою собственную красивую жизнь, лично я рекомендую, живите, живите полной жизнью, наслаждайтесь, общайтесь и учитесь. Посещайте мероприятия, большие мероприятия, на сцене которых выступают потрясающие, великие люди, которые чего-то достигли в этой жизни, которые что-то познали, постигли, и с большой сцены они могут поделиться. Это потрясающе. Когда на сцене великие спикеры, когда на сцене великий опыт и мудрость, я с удовольствием посещаю эти мероприятия, я их всегда записываю. Я записываю самые главные, основные мысли. Я обратил внимание на то, что если человек не записывает, он практически уже на выходе из бизнеса. Если человек не записывает, он не учится, ему уже ничего не надо, он знает лучше. И когда человек говорит, что я знаю, лично для меня это первый признак того, что человек ничего не знает и деградирует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...